Здесь видно, вот кошечка сидит, можно потрогать, вторая. Они кусают еще пальцы, то есть вот собачка пришла, на крайние недовольные. Вот она жизнь собачья. Причем это можно сказать не только про барбосов, запертых в гаражах, но и про котов. Здесь под замком без еды и воды животные сидят уже несколько месяцев. А некоторые, как выяснилось, позже многие годы. Волонтер Екатерина Бурмистрова рассказывает, если бы не случайный прохожий, то про этих дворняк никто бы и не узнал. Мужчина шел мимо гаражей на Павлова, услышал вой собак и сразу позвонил волонтерам. Поступила заявка от обеспокоенного жителя, который сдался вопросом, почему собачки сидят заперты в гараже. Мы оперативно подъехали, нашли эти гаражи, удостоверили, что действительно здесь находятся животные. В том числе сидят кошки с собаками, что недопустимо содержание, отсутствует электроэнергия. То есть непонятно вообще, кормят, гуляют животные, в каких они условиях сидят. И, собственно, почему они здесь сидят, нам тоже было непонятно. Территория здесь загажена, запах стоит соответствующий. Но вскрыть гаражи и освободить пленников или хотя бы накормить общественники не имеют права. Поэтому о нечеловеческой жестокости к животным волонтеры сразу сообщили в полицию. Пока ждали стражей порядка, нашлась и хозяйка гаражей. Вот она. С нами общается неохотно и на все вопросы съемочной группы и волонтеров, что называется, спустила всех собак. Как так получилось, что вы там содержите в трех гаражах животных? Потому что бездомные. Так и что, что они бездомные? Вы зачем их туда вот заперли? Вы как-то это объяснить можете? Собак запиши ли она? Собак закрывайте. Вы пищи? Собак закрывайте. Они не кидали. Внутри гаражей оказались семь кошек, восемь собак. У всех блохи и лишай. Хвостатые истощены. Собаки десоциализированы и агрессивны. Думаю, до косы неоднозначные. Уже давно. Но это кожный клещ, заболевание кожное. Заразное, кстати, очень. Как вы думаете, сколько по времени они там уже сидят? Долго, очень долго. Не месяц, не два, это точно. Потому что она сначала облысела, потом начала обрастать заново. Но это месяца четыре точно. Про эту женщину здесь многие знают. Владельцы соседних гаражей говорят, не раз видели, как утром и вечером она приходит сюда и подкармливает бездомышей. Также говорят, слышат и лай, но не думали, что внутри боксов так много животных. Там сколько живешь? Тут четыре, не знаю, может пять. Я, видите, и там, я же не сижу же там. Лай-то слышится от тебя? Ну, слышится. Ну, я вижу, что она их кормит по утрам и по вечерам. Спустя два часа на место приехала полиция. И только отвечая на вопросы участкового, зоозащитница с улицы Павлова рассказала, котят и щенков в своих гаражах она держит с 2011 года. Говорит, для их же блага. По словам женщины, на улице бездомным животным опасно могут наткнуться на живодеров. Полицейских она заверила, что каждый день их кормит, а иногда даже выгуливает. После всех расспросов в полиции, женщина согласилась все-таки передать животных волонтерам. Животных забрали общественники организации «Бездомный пёс». Там им окажут ветеринарную помощь, откормят, а после будут искать новых владельцев. А хозяйку гаражей настоящие зоозащитники предупредили. За её постройками теперь будут присматривать. И если она снова разведёт там зоопарк, волонтеры будут писать жалобу в полицию, чтобы женщину наказали за жестокое обращение с животными. Виктория Столярова, Николай Чистяков, Новости ТВК. Эта история спасения произошла накануне, а сегодня волонтеры рассказали о состоянии животных. Все чувствуют себя относительно хорошо, экстренная помощь ветеринаров им не требуется. По словам общественников, недостатка в еде ни кошки, ни собаки не испытывали. Сейчас хвостатых уже проглистовали, посадили на двухнедельный карантин, чтобы они не заразили тех собак, которые находятся в приюте бездомный пёс. Также волонтеры рассказали о дальнейшей судьбе спасённых животных. Кошек приведут в порядок, откормят, будут искать им новых хозяев. А вот собаки останутся жить в приюте, так как возраст большинства бездомышей уже около 10 лет. Выпускать их обратно на место содержания однозначно некуда. В гараже им дальше жить – это абсолютно не те условия, в которых должны находиться собаки. Поэтому решается вопрос, чтобы собачки остались у нас. Для них уже заказаны вольеры. Пока они будут проходить все мероприятия в течение двух недель, мы за это время для них построим вольеры. Продолжение следует...